20 минут о красивой жизни, заметных личностях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Челябинск вполне может претендовать на звание детской эстрадной столицы и доказательство тому – церемония Music Star Kids, которая проходила не так давно в нашем городе. Зрители, гости, жюри и организаторы и, конечно же, сами юные артисты стали героями нашего репортажа. Премия Music Star Kids вот уже четвертый год подряд делает наш город центром притяжения для юных вокалистов и поклонников детского эстрадного творчества. Участники из России, Казахстана и Белоруссии, члены жюри из Москвы и Лос-Анджелеса. Всех объединила музыка на Челябинской земле. Мы делаем из Челябинска культурную музыкальную столицу. Стараемся прививать хороший вкус, красивую, качественную музыку. И мы единственный проект вообще в России, где все финалисты ходят по симфо-джазовой оркестре. Я очень хотела сюда попасть, проехаться на лимузине, пройти по красной дорожке. Это была моя мечта. Это, наверное, самое главное, к чему мы стремимся и что мы делаем за целый год. Мы всегда добавляем что-то новое. Вот четвертый раз наша премия проходит, и если кто знает, каждый раз у нас добавляется во всех областях что-то новое. Записи в студии, участие в конкурсах, разочарования и победы. У каждого из участников даже в столь юном возрасте за плечами своя музыкальная история. Я занимаюсь вокалом уже 9 лет. Я вообще сначала хотела пойти на танцы, но моя бабушка меня отдала на вокал. У меня не было какой-то задачи научиться петь. Я просто захотела попробовать, и мне понравилось. В детском саду заметили, что у меня хороший голос. И когда мне сказали, что мы переезжаем в Екатеринбург, мы первым делом записались в первую музыкальную школу. Мы проезжали мимо музыкальной школы. Я спросила маму, что это такое? Мама сказала, это музыкальная школа. Я у нее спросила, что это такое. Она мне все рассказала, что там поют, что вот так вот это делать. И я захотела петь. Я сказала, мам, а можно мне туда ходить? И вот так начались наши занятия. Мы очень долго трудились. Мы отрабатывали все окончания, нарабатывали звучание, ну и все такое. Участники этого проекта и в творческом, и в техническом плане не уступают известным исполнителям. Именно поэтому судить этот конкурс чрезвычайно сложно. Каждого из вас сегодня будут оценивать по достоинству и заслуженно. И знаете, что у нас все очень-очень честно. И мы будем высказывать свое мнение через оценки с большой любовью и благодарностью. Спасибо, что вы здесь. Мы всех очень любим. Ждем вас и ваших песен. С каждым годом, мне кажется, конкурс повышает свое качество, качество исполнения, музыкальное наполнение. Поэтому будет сложнее. Я думаю, слез будет еще больше. И я думаю, у жюри. Потому что придется выбирать, кто же лучший. Никогда не хочется ребенка обидеть. И это такой тонкий момент, потому что в детском возрасте формируется отношение к музыке. И очень не хочется сломать какое-то волшебство, какой-то вот этот механизм детский. Поэтому я всегда оцениваю с точки зрения музыки. Настолько меня трогает именно пение с точки зрения энергии. Потому что технически можно достичь очень многого, но при этом не испытывать ощущений и не цеплять своего зрителя. Поэтому я оцениваю всегда с музыкальной точки зрения. И с ощущения, что ребенок, что человек на сцене несет через свою музыку, через свое пение. Поэтому моя оценка всегда – это артистизм, это состояние. И это очень важен для меня именно тембр-голос. Насколько он раскрыт и насколько человек интересно себя воплощает через какую-то ту или иную песню. Важен образ, важна внешность. Вплоть до прически, до мейкапа, до каких-то малейших просто нюансов. Конечно. Артист, как только ты выходишь на сцену, у тебя нет выбора. Ты либо артист, либо нет. Все. Вот так. И это, кстати, мы тоже будем оценивать. Это очень важно. Это даже порой важнее, чем само пение. Когда ребенок выходит, через него транслируется мастерство и опыт педагога. И готовность педагога делать шаги к саморазвитию. И давать эти повышенные уровни мастерства, передавать через ребенка. И в первую очередь учить детей думать. Думать во время песни. Ничего так не приближает к зрителю, артиста, как к мыслящему артисту. Потому что артист, прежде всего, история. Поэтому, конечно, когда совсем маленькие детки выходят, хочется просто насладиться. Никаких оценок не хочется ставить. А повзрослее уже хочется, чтобы они думали. Потому что, если идет конкурентная борьба, то тут уже кто больше, кто лучше нанесет материал, тот, наверное, и будет выигрыша. Участники церемонии представили зрителям не только золотые хиты поп-музыки, но и весьма оригинальные номера. Я буду исполнять английскую песню «Берти». «Стрэндж Бёрдс», потому что она лирическая, потому что она очень красивая и подходит под мой темп. Сегодня я буду с коллективом исполнять песню «Ормагеддон». Она о конце света, и что нам нужно не допускать этого, что нужно беречь планету, чтобы не случился конец света. Мы будем исполнять песню «What the pressure». О чем эта песня? О том, что нужно расслабляться и получать удовольствие от того, как ты проводишь свое время. Не знаю почему, но мне больше нравится петь такое что-то среднее. Там, где есть, может быть, начало такое медленнее, плавное, но есть такой бридж. «Ормагеддон» «Ормагеддон» Этот конкурс не про победителей и проигравших. Он про терпение и упорство, поставленную цель и старание. Ведь только это позволяет по-настоящему раскрыть свой талант. На протяжении веков «Жемчуг» относился к теме благородной роскоши. Но на сегодняшний день, благодаря современным дизайнерам, ассоциативный диапазон этого материала заметно расширился. Несколько интересных фактов о «Жемчуге» в нашем репортаже. Жемчуг считается первым украшением человека. На протяжении тысячелетий этот минерал сохраняет свой драгоценный статус. А его уникальность в том, что он не нуждается в дополнительной обработке. Каждая жемчужина – это живое существо, возникшее и выросшее в организме моллюска. Чаще всего рождается белый жемчуг, а реже всего черный и голубой. Зависит от пигмента раковины устрицы-жемчужницы. Какой у нее пигмент, такой получается цвет. От температуры воды в море и от концентрации соли тоже. Вот от этого зависит цвет жемчуга. Белоснежно-белый вид жемчуга произрастает в Японии и Австралии. Как раз в этой коллекции представлены жемчужины кимберли, названные по месту их происхождения. Это такие труднопроходимые места, где много диких животных, куда очень трудно добраться. И он на глубине, в открытом море, там растет в раковинах-жемчужницах. Задействовано на процесс выращивания жемчуга 600 человек. Для того, чтобы его вырастить, моллюска сначала вживляется в раковину. И там маленький-маленький такой шарик перламутра обрастает все крупнее и крупнее год за годом. Вот говорю, что 3-4 года. И получается вот такой уникальный жемчуг, его не очень много. И если вы его поднесете, вы можете увидеть свое отражение. Просто вот свое отражение увидеть. Тем и уникальен этот жемчуг, он как будто бы зеркальный. Золотой жемчуг добывается на Филиппинах. Его особенности в том, что чем он ближе к золотому, тем он дороже. И чем он больше, тем весь жемчуг, чем крупнее, тем дороже. Также очень долго произрастает. Он тоже несколько лет растет для того, чтобы не просто 2-3 раза был обнесен перламутром, а чтобы изначально весь был перламутровый, прозрачный. Черный жемчуг добывается в Полинезии. Он бывает светлого оттенка, бывает темного оттенка. Чем темнее жемчуг, конечно, тем он дороже. Жемчуг часто ассоциируется с благородной классикой. Но современные дизайнеры выходят за грани консервативности. Реализуя весьма смелые свои замыслы. Во многом этому способствует разнообразие форм. Жемчужины неправильной формы называют барочными. А такая форма полусферы – это жемчуг мобе. Особым способом выращивается он не кладется внутрь устрицы-жемчужницы, а он именно на стеночки кладется и выращивается именно на стенках. Поэтому получается вот такая вот половинка. В ювелирных украшениях джемчуг элегантно соседствует с бриллиантами. Его красоту и блеск подчеркивают белое и лимонное золото. Не менее эффектно черные жемчужины смотрятся в темном радированном металле. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик – частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно, одевайся легко, одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. 10-й литературный квартирник прошел с аншлагом. Поклонники, поэтессы Веры Полосковой получили настоящее эстетическое удовольствие. А некоторые из них даже поделились своими впечатлениями. Завлияние на умы вас разбнет потом большинство. Мы нормальные силы тьмы. Нам забвение страшнее всего. Так что у мастера хорошо приврать даровитые дураки. Открываем-ка все тетради. Пишем из красной строки. Спустя 7 лет Вера Полоскова снова делится с челябинскими поклонниками своими мыслями и чувствами. Неизменный спутник выступлений поэтессы – живая музыка. Я видела комментарии людей, что как Челябинск, то есть почему не у нас, почему не здесь. Ее везде очень любят и ждут. И это, конечно, вообще счастье, что она приехала. Наш город развивается в творческом плане. И нам нужны творческие люди. Нам нужно больше таких подпитывающих мероприятий. И это однозначно хорошо. Собпало все идеально, потому что, если не первый наш квартирник, то уже десятый должен был пройти. Он произойдет с Веры Полосковой, с действительно крутейшей поэтессой, творческой единицей с большой буквы. И я уверена, что сегодня будет здесь прям твориться настоящее волшебство. Вот резонанс в душах будет огромный. Литературный квартирник – явление особенное. Ведь этот проект привлек и объединил не только поклонников художественного слова, но и аудиторию, незнакомую с современной поэзией. А слушать стихи в исполнении авторов – это особое ощущение. Если честно, я знакома с творчеством еще и в соцсетях, еще тогда, когда было модно ВКонтакте, разные паблики. Я знакома с ее творчеством достаточно давно. Периодически читаю все ее последние сочинения, собрания. Я являюсь, можно сказать, поклонницей творчества. Очень ее люблю за ее искренность, за ее вот эту вот подачу, за ее эмоции. Честно говоря, я пришла впервые на нее посмотреть. И хочется получить какую-то вот эту теплоту, душевность, с которой она делится со всеми нами. С творчеством Веры знакома около 7 лет, наверное. Первый раз ее услышала, когда была в театральной школе. С тех пор была мечта на нее попасть, но ее очень давно не было в Челябинске. Я решила собрать деньги и пойти, потому что Вера Полоскова – это то, что надо видеть. Господи, я проснулась сегодня с утра, у меня просто тряслись руки, я вся просто бледная. Я очень волнуюсь и очень ее жду, очень люблю. Поэтому я жду такого творческого большого потока от этого, то есть что хлынет вдохновение, так сказать, и все, это будет прекрасно. Музыкальное и мультимедийное сопровождение стихов – это больше, чем просто шоу. Это настоящее погружение в мир лирической героини, возможность всеми органами чувств воспринимать все ее переживания. Мне, наоборот, нравится то, что Вера читает под музыку. Это, наоборот, погружает в настроение стиха. И более того, я попробовала буквально несколько недель назад ее тоже стихи прочитать. И тоже мне прям захотелось наложить, как она это делает, музыку на стихи. Она воспринимается лучше намного. Не имею опыта вот этого, музыка с поэзией, вот сегодня хочу лично услышать. Музыка помогает стихотворению раскрыться. То есть стихотворение быстрее доходит до каких-то душевных граней человека. И, на мой взгляд, это сейчас очень популярно и интересно. Но у Веры еще музыка спишется специально под ее стихи. То есть это будет вау. Это надо увидеть вживую. Это, знаете, как усиленное воздействие на все рецепторы. Музыка, она подчеркнет настроение. В любом случае, текст, когда читает сам человек, он испытывает то, что испытывает сам. А музыка, она в каком-то глобальном смысле повернет его туда, куда хотел автор. И тем самым мы, наверное, его больше узнаем. Именно его душу. Связь мерцает. Контакт искрит. Падая в ветки кокосов, кровлю укрошит в древески, как бисквит. Вещи не подлежат контролю. Мы, заводы большой вины, в Индии спасены. Дом почуешь за двадцать ям. В дом заходят гигоны, мыши. Сахар нравится муравьям. Ворон играет с утра на крыше. Хриплый кашель соседа слышен так, как будто он спит в мешке прямо в твоей башке. То, как переживаешь грязь, как бежишь ее, главный вызов. Как уйдешь в нее матерясь, как ее разгадаешь, вызнав псы. Коровы, жуки, цари, грязь у тебя внутри. Как стыдишь из своих темнот, нетерпимый к чужим помоем. Индия лечит мгновенно от ложных эго дерьмом и морем. Всюду Бог, ты его амоним. Это храмы и алтари, и у тебя внутри. Это хоть и светский формат события, совсем не для развлечений, вряд ли кто-то из зрителей не был расстроган в этот вечер. Кстати, очередная встреча в рамках «Квартирника» состоится 15 октября полярным автором Александром Цыпкиным. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте Макароны могут быть полезными. Макфа. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спарк» на труда 166. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram, на Facebook и ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok